Добрый вечер! Только что послушала вебинар Как зарабатывать на Дзене Вернее, не как зарабатывать Конечно, пошагово никто тебя не научит Но, по крайней мере Такой вдохновляющий вебинар Что на Дзене все-таки Хоть какую-то копеечку заработать можно А я же очень озабочена Чем я буду заниматься на пенсии От пятидневки Очень хочется уйти, потому что Ну, страшно жалко Высиживать столько времени Драгоценного времени жизни Просто так вот тратить Если уж заниматься Каким-то делом, то Более интересным и не привязываться К работе От и до От девяти и до шести Поэтому Думаю, а не попробовать ли мне Канал-то у меня на Дзене уже заведен Но я его не развивала Пытаюсь Выкладывать туда такой же контент Как и здесь Те же видео Но это пока безуспешно У меня там только семь подписчиков Вот сегодня Сказали, что Для какой-то даже минимальной монетизации Нужно набрать Сто подписчиков Поэтому У меня к вам Просьба Прошу вас о помощи Сходить Ну, если не надоест Больше, к сожалению Я ничего не могу там Предложить Потому что статьи я и писать не умею Вот только то, что умею То и предлагаю Кстати, хочу немножечко Повиниться и извиниться Как-то второй раз Получается, что я вас Невольно обманываю Вчера обещала встречу С Виталием Егоровым А получилось, что Оказывается, другой актер Игорь Петров В табакерке был А Виталий Егоров Был на первой встрече Вчера пообещала Что пойду На юго-запад На спектакль Каренина И сегодня пришло Сообщение в чат Театра Что заболел актер И будет опять Спектакль Зойкина квартира Я очень люблю Этот спектакль Но я его очень много раз Смотрела Вполне возможно, что я Сдам билет А может быть и нет Потому что Вот именно С Антоном Багировым Я и не видела Этот спектакль Может быть Хотя бы ради этого схожу Хочется посмотреть Как Аметистова играет Другой актер Ну тогда Может быть Небольшой и выложу Поэтому Вот как-то Невольно Вас обманываю Второй раз Вот все Что я хотела Вам сказать Пока Надеюсь На вашу поддержку Благодарю Всех Кто подпишется А еще Я не оставляю Свою идею Все-таки Попробовать Сняться в кино Как-то попасть Туда Потому что Это была Мечта детства Я сейчас Наблюдаю Что многие Непрофессиональные Актеры Судя даже По чатам Которые Называются Кастинги Или еще Там как-то Многие Многие Обычные люди Ездят На передачи В каких-то эпизодах Массовки Снимаются И вот Может быть Убануть Непрофессиональные Но это их территории Туда Сторонний вход Воспрещен Я только Я только В туалете Встречаюсь С девушками Которые работают На площадке Они ходят С этими Рациями Вот Прямо Они так Вдруг Ни с того Ни с сего Как заорет Что-то В эту Рацию Ну Так Иногда Общаемся Но Честно говоря Контингент Не вдохновляет Ведут Они себя Не всегда Хорошо Я думала Что это Такой Прямо Бомонд Нет Нет Очень много Претензий К этому Контингенту Но Может быть Это Обслуживающий Персонал С Некоторыми Актерами Я Когда Начинали Когда Только Они Арендовали Это Помещение Первое Что Они Там Снимали Это Телепередачи Пятеро К одному Что-ли Как-то Называлось Виктор Логинов Ввел И Вот Этот Александр Васильев Модный Приговор И Я Со Многими Актерами Успела Сфотографироваться Но Посетители Этих Передач Герой Техпередач От них Мы Были У нас Волосы Дымом Вставали У нас По офисному Зданию По коридору Безгальтеры Ходили Девушки Церемония Рядом С нашими Кабинетами Постоянно Во весь Голос Репетировали Роли Это Были Шумасшедшие Дни Но Все-таки Эта сфера Мне Продолжает Быть Интересно Хочется Как-то Творчески Проявиться Поэтому Буду Больше Проявляться На Видео Хотя Я Очень Стесняюсь Завтра Вот У меня Такая Стрессовая Ситуация Будет Если Будет Интересно Расскажу Продолжение следует